В 2011 году 80-метровый корабль, шедший под флагом Сьерра-Леоне, вдоль юго-западной оконечности Кипра попал в шторм. Команда со стихией не справилась, в 20 метрах от берега судно село на мель. Говорят, сейчас отбуксировать его невозможно, разобрать тоже. Вот и радует ржавый исполин ненасытных туристов, попутно обогащая хозяев небольшого кафе. Он стал достопримечательностью, обязательной к посещению всеми, кто хоть ненадолго приехал в Пафос. Экологи со мной не согласятся, но даже если бы капитан сознательно хотел посадить свою посудину на мель, он вряд ли мог бы сделать это более удачно. Просто посмотрите, какие здесь пейзажи. Место, где встал на вечную стоянку злополучный корабль, одно из самых живописных на Кипре. И вот тут самое время поговорить о местной недвижимости. Кипрская недвижимость сегодня, особенно если мы говорим о не самых бюджетных объектах, это вотчины иностранцев. Потому что они, многие по крайней мере, рассчитывают получить гражданство или постоянный вид на жительство. Требования государства к инвесторам во многом влияют на цену конкретных предложений. Да, дело в требованиях рынка. Есть спрос на объекты за 300-500 тысяч евро. Чтобы предложить дома и квартиры по этой цене, я обычно ищу участок под застройку за небольшие деньги. Но чтобы рядом были школы, магазины, кафе. А есть клиенты, которые хотят купить виллу на побережье за 2 миллиона. Им чаще нужен потрясающий вид из окна, огромная прилегающая территория и море рядом. Цена образования на Кипре в сфере недвижимости определяется условиями получения гражданства. Но ведь понятно, что построить дом за миллион где угодно просто невозможно. Потому-то и ценятся окрестности пафоса с его сумасшедшими видами. А с этих холмов виден еще и корабль в бухте. Вот маленький штришок, маленький бонус для девелоперов. Сикиевс и Кораллбей – это знаковые места не только для пафоса, а вообще для всего острова. Здесь, конечно, совпало несколько факторов. Это и зеленая местность, национальный парк Акамас всего лишь в нескольких километрах. И он охраняется государством. Это и песчаные пляжи, и прекрасные виды на море. И даже на этот корабль, по сути, он тоже стал достопримечательностью. И посмотрите, какое соседство. Оливковая роща, лимонные деревья, гранатовые деревья. Это имена не подарили пафосу славу самого зеленого местечка на острове. На пафосе видовых квартир вообще немного. И несмотря на то, что город по праву считается главным оазисом Кипра, вот это сочетание зеленого, синего и иногда даже красного и желтого, ведь это западная сторона и закаты здесь сумасшедшие, все равно редкость. А значит, удовольствие не дешевое. Поскольку вакантных участков с великолепными видами в принципе немного, за них приходится бороться. Ну а если ты выиграл, у тебя нет права на строительную ошибку. Твои идеи и их реализация должны соответствовать творениям природы. И еще существуют государственные ограничения, в том числе и по плотности застройки. Здесь она составляет 15%. То есть вы не можете застроить весь свой участок. И это даже в каком-то смысле хорошо. Почему хорошо? Потому что это дает гарантию эксклюзивности, гарантию приватности. И эти виллы, это виллы будущих граждан Кипра. Место обязывает. Здесь могут стоять дома, в цене которых 6 нулей на конце. Какими они должны быть? Когда мы снимали эти кадры, новый проект, который возведут вот на этом холме, начал борьбу за награду European Property Award. Часто говорят локация, локация, локация. По нашему мнению, существует три фактора. Да, конечно же, локация, безусловно. Но также качество. И на что бы я особенно хотела обратить внимание, это дизайн. А когда сюжет был почти готов, выяснилось, что и Sea Caves победил. И весь проект, и одна конкретная вилла. Победил, конечно, не только благодаря пейзажу, но в том числе и ему. Есть много мнений на этот счет. Для кого-то основной фактор – это то, где находится объект. Для нас же важны три вещи – расположение, качество и итоговая цена. Самые потрясающие виды – достояние самых роскошных проектов. Это логично. Но вообще-то и 300 тысяч, а это, напомню, на Кипре сумма для получения ПМЖ – отнюдь не мелочь. За такие деньги вы тоже рассчитываете не только на резидентство, но и на качество жизни. Вот и получается, что вся инвестиционная программа Кипра заставляет искать места, где можно реализовывать проект для людей с запросами. Особенность пафоса в том, что эти места тут есть. Дальше дело за строителями. Современная архитектура – это соединение искусства и инженерных решений. Мы должны находить сочетание натурального камня и дерева с результатом труда известных архитекторов, а их труд с инженерными коммуникациями. Да, не все решения такие, как виллы Sea Caves, но в пафосе и более массовая застройка тоже ориентирована на запросы покупателей. А они тоже приезжают в пафос за качественной жизнью. И новые реализуемые проекты должны эту жизнь обеспечивать. Вот это как раз три минуты езды от центра пафоса. Дома от 300 до 500 тысяч евро. Это то, что мы называем варианты на постоянное местожительство. Этот проект как инвестиционный, так и миграционный. Программа гражданства и ПМЖ определяют рынок пафоса. Конкретный проект закончен и распродан. Относительно неподалеку возводится следующий. Какой будет лучше? Вопрос некорректный. В этом районе уже не видовые виллы, и панорамы, и масштабы, конечно, скромнее, но каждый коттедж все равно обязан быть оригинальным. И в этом проекте одна вилла тоже не похожа на другую, но вот конкретный дом, в котором я сейчас нахожусь, по словам менеджеров, впечатляет потенциальных покупателей более всего благодаря этому оригинальному решению. Посмотрите. Бассейн одновременно находится и в комнате, и под крышей, и под открытым небом. Пафос и его окрестности – самый популярный у иностранцев район Кипра прямо сейчас, в 2019 году. Здесь продают больше всего. Потому что холмы, потому что зелены, потому что есть выбор. А покупателю остается только, чтобы, как у классика, желания совпадали с возможностями. Ваш выбор – это прежде всего вопрос цены. Конечно, в ее формировании главную роль играет местоположение. В центре города квадратный метр дороже, чем в пригороде. Важны размеры недвижимости и размеры прилегающего участка. И самое важное – это качество. Виллу моря за 300 тысяч евро не купишь. А если это объект класса люкс, то бюджет потребуется. От миллиона евро и выше. Так что дело не только во вкусе, но и толщине кошелька. Да, когда речь заходит о такой недвижимости, вообще не думать про деньги нельзя. И потому что качество не бывает дешевым, и к этому надо быть готовым. А еще потому что цена вот этих вилл, как правило, не только плата за конкретный пол, стены и потолок. Но и, например, за иммиграционные возможности, которые на Кипре так тесно связаны именно с покупкой недвижимости. Субтитры сделал DimaTorzok